Тема Этапы развития технических средств автоматизации Первичным стимулом развития является повышение экономической эффективности работы предприятий благодаря внедрению новых, более совершенных технических средств автоматизации. В развитии экономических и технических предпосылок внедрение и использование автоматизации технологических процессов можно выделить следующие этапы. Начальный этап, для которого характерный избыток дешевой рабочей силы, низкая производительность труда, малоединичная мощность агрегатов и установок, комплексная механизация и автоматизация. На этом этапе формируется основа крупносерийного производства технических средств автоматизации, ориентированного на широкое применение стандартизации, специализации и кооперации. Широкие масштабы производства средств автоматизации и специфика их изготовления приводят к постепенному выделению этого производства в самостоятельную отрасль. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. На данном этапе становится возможной и экономически целеобразной автоматизация все более сложных функций управления, осуществляемые с использованием УВМ. Распределенные системы. Сбор и обработка информации о выполнении отдельных взаимосвязанных операций технологическими процессами, а также принятие управленческих решений осуществляется автономно, локальными микропроцессорными устройствами, получившими название микроконтроллеров. Поэтому надежность распределенных систем значительно выше, чем централизованных. Интегрированные системы управления. В этих системах с помощью весьма сложного программного обеспечения совместно решается весь комплекс задач по управлению деятельностью предприятия, включая задачи учета, планирования, управления техническими процессами и другие. Интеллектуальные системы управления. Способны принимать эффективные решения по управлению предприятием в условиях информационной неопределенности, то есть нехватка необходимой информации о факторах, влияющих на его прибыль. Задача уменьшения функционального и конструктивного многообразия при оптимальном удовлетворении запросов автоматизируемых предприятий решается при помощи методов стандартизации. Принцип формирования состава серийно изготавливаемых средств автоматизации, направленных на максимальное удовлетворение запросов предприятий, потребителей при ограниченной номенклатуре серийно выпускаемой продукции. Блок конструктивного сборного устройства, выполняющий одно или несколько функциональных операций по преобразованию информации. Модуль. Унифицированный узель, выполняющий элементарную типовую операцию в составе блока или прибора. Исполнительный механизм. Устройство для преобразования управляющей информацией в механическом перемещении с располагаемой мощностью, достаточной для воздействия на объект управления. Унификация средств автоматизации. Унификация. Сопутствующие агрегатирования в метод стандартизации, также направленные на упорядочение и разумное сокращение состава серийно изготавливаемых средств автоматизации. Сигналы носителей информации в средствах автоматизации могут различаться как по физической природе и параметрам, так и по форме представления информации. В рамках ГСП применяются в серийном производстве средств автоматизации следующие типы сигналов. Электрический сигнал. Это может быть напряжение силы или частоты электрического тока. Пневматический сигнал. Давление сжатого воздуха. Гидравлический сигнал. Давление или перепад давления жидкости. По форме представления информации сигнал может быть аналоговым, импульсным и кодовым. Аналоговый сигнал характеризуется текущими изменениями какого-либо физического параметра носителя. Импульсный сигнал характерен представлением информации только в дискретный момент времени, то есть наличием квантового неповремени. Ходовый сигнал представляет собой сложную последовательность импульсов, используемые для передачи цифровой информации. Все параметры и характеристики сигналов носителя информации в средствах ГСП унифицированы. Стандартным предусматривается использование в аналоговых средствах следующих видов электрических сигналов. Сигнал по изменению силы постоянного тока. Сигнал по изменению напряжения постоянного тока. Сигнал по изменению напряжения переменного тока. И частотный электрический сигнал. Вопросы для самоконтроля. Вопросы для самоконтроля.